Вот иногда читаешь в церковной литературе, 8 марта объясняют, и объясняют правильно, что никакого отношения к спасению души не имеют, кто сделал, там Клара Цеткин все поминает. Я как-то разбирал это дело и потом только узнал. В году только один день, который при изображении заложен смысл. Откуда вы знаете? Пятиконечная звезда везде употреблялась. Кого не спросишь, а этот человек вот раскинул руки, ноги и голова. Руки, ноги, голова и все, чтобы безголовых обмануть. Но Советский Союз смертно стоял на грани катастрофы с Америкой, при Хрущеве-то, вспомните 62-й год, 61-й. Ну, и там звезды на плаге, и здесь, пятиконечные звезды. А у Израиля шестиконечные. Почему? А в церкви восьмиконечные. Ничего не значит. Не значит для того, который мозги свои проблудил. Ему не значит. А у верующих все это значит. 66 книг в Библии или 77. 66 ни разу за всю мировую историю церковь католическая и православная не издавали. Православная – это точно. Это запрещено, потому что неканонические книги – это не апокрифы. Апокрифы – это Евангелие от Иуды, Басилиска, к евреям. Около 12 или 20 Евангелий. Я их даже не знаю, сколько. Да и никто, наверное, не знает. Вот. Наук православных – это, говорит, не женский день. Это Жон Мироносис. Действительно, Жон и ни одно, и Мира принесли ко Христу. Вообще бы, да. А иные утверждают – это надо день памяти Петра и Февронии. Я насчитывал жития святых. Я не знаю, что многое-многое не записано. Это сам Дмитрий Ростовский, чудотворец, говорит, когда являлся ему святой арест и говорил, ты вот написал, написал неправильно, тут меня порезали. В другой раз я ленивый, говорит, на молитву. Ну и заснул, уже трезвонили, а я уснул. И в это время он мощи увидел. Они гнилостные такие, варвары. Он начал там обмывать и прочее. Так вот, Феврония. Даже как их преподают, проверить-то никак нельзя. Будем брать за основу только жития и дальше уже догадываться. Я нигде не нахожу то, чтобы шантажировали исцелением. Нигде нет. Вот, иди, окупнись семь раз ты, и выйдешь здоровый. Неиман, Елисей, говорит. Но это не он только говорит, и Христос. С чего хочешь быть здоровым, видеть там, иди ты здоров. А не так, иди один глаз здоровый, другой будет. Если ты не будешь веровать, то второй ослепнет. Говорит, чего бы не было хуже, когда было. О грехе. Смотри, иди, впредь не греши. Прямо говорится. А это так, исцеляет его. Видимо, она была известная. Он князь, но она-то, кто она, крестьянка там была, или кто, или волшебницей. Никто не знает, но что она делала, это как контактер какой. Она исцеляет его и сразу говорит ему, женись на мне. Даже по сегодняшним, по советским меркам, и то это даже, ну, нахальная бабенка-то. Совсем дальше некуда. Ну, а что он князь будет? Закон-то гласил, если он женился на крестьянке, княжеский род-то, ну, не может. Один женился, другой, и все это князьями будут. А кто будет работать? Ну, что он делается-то крестьянином? Число крестьян надо увеличивать, а не князей. Ясно, он отказался. Иди. Дальше он опять разболелся, там рана полученная или что-то было. Она не исцеляет его. Не одно выскочить за него замуж. Поменять свой статус. В следующий раз приходит, она прямо говорит, вообще загнешься ты, если на мне не женишься. Какая она была хорошая, красивая или нет, теперь что угодно, говорю. Но князю жизнь была дорога. Видимо, действительно ему туго приспищило. И он на ней женился. Женился, но теперь княжеское достоинство потерял. Его князем уже никто не считает, и не надо его считать князем. Был князь, да сплыл из князя и в грязи пошел. Он с ней живет, но не это подчеркивает главное. Что он жил, делал, благовестником был, не было ничего этого. Она вообще никакая. Ее нет, у ней биографии вообще нет никакой. Но главное, что они умерли в один день. Умерли в один день. Вот сейчас моя сестра на этой неделе, она старообрядца Белокринецкой иерархии, Валентина Тихоновна была. И там одна встретилась и говорит, ты искорченный? Она говорит, нет, с урывки нет. Я из Потеряевки. Из Потеряевки. Да там ее родственник или кто? Был Максим Попков. С моим отцом они выпивали. Такой мужичонка какой-то хиленький. Никакой веры вообще ничего нету там. Я больше сказать о нем ничего не могу. Но у него умерла жена. Он, кажется, к вечеру умирает. В один день с ней. У него была собачка привязана. Ее отвязали. И она, говорит, забежала в избу. Дело, кажется, зимой было. Полизала ему руку и к вечеру сдохла. Был козленок, которого любил. И козленок окочурился. Ну и что теперь Максима Святого? Поминать Попкова Максима. Но никого не убивал. В колхозе воровал в меру, как все. Не попался. Был бригадиром. Ну еще он. Почему? Для канонизации все данные у него есть. Был патриотом. Может быть, даже на фронте был. А то вообще уже тогда по митрополиту Филарету его заносить в список святых надо. В диптихе. Вот так. Я стал думать, ну кто в один день умирал? В один день умерли Гитлер с Евой Браун. Гебель с Магдой со своей. Сначала шесть детей, кажется, отравили. А потом уже сами умерли. Но это насильственно умерли. Насильственно, но сами они на это пошли. Сами травили себя. А другие, из которого умирали. А как умирали? Ну, Ромео и Джульетта, вспомни. Она обмерла. А он-то думал, что она умерла. И я жить не хочу. Жизнь покончил. А она в это время очнулась. Он мертвый. Я жить не хочу. Понимаешь? Ромео и Джульетта. А почему их не канонизировать? У православных постоянно ищут идола. И очень хорошо об этом говорит Алексей Ильич Осипов. Первые, кто примут Антихриста, более подготовленные, это православные. Постоянно им канонизировать надо царя-батюшку. Теперь царя воцарить надо с кровью Романовых. Даже цесаревич Алексей, у него было русской крови 1,75%, кажется, процента. Русской крови-то. Какая там кровь-то? Ну, женились, знаете, на немке женился. А она-то была какая? А она-то там с англиканской связана все это дело-то. И вот говорить-то нельзя про это. Я не деканонизирую ее, но я и не молился, и молиться никогда не буду. Я всех признаю, я никогда не молился Иосифу Володскому. Палач. Палач. Сталин. Настоящий Сталин и Берия вместе взятые. Скольких людей на костер отправил. Православие. Своя инквизиция. Свой Тарквемада. Святой. Они там с Нилом Сорским все сражались. Нил, чтобы церковь была бедная, а то, чтобы она была богатая и всех под свой кулак. И вот смотри, церковь, какой широкий взгляд. Она и Нила Сорского, и этого. Это говорит о безразличии. Это о боязни раскола. Раскол-то, когда в 17 веке был, там, в 1666 году-то подогнали это. Никон схватили с Аввакуумом-то. По сей день трясет. И теперь они боятся как огня это. А этого не надо было реформы, это не надо было бояться. Надо было заботиться дать людям Евангелие. Не Никон, не Аввакум, не Неронов. Никто об этом как будто бы не заботился, ничего нет. Вот так вот начнешь рассуждать. Я работаю, а сам рассуждаю. Я по этой сфере неоднократно уже беседовал, говорил. Вот сейчас мы в лесу немножко отдыхаем. Брат Виктор Андреевич позвонил, помолиться. Нам звонят во время работы, помолиться. Вот рядом пруд, который мы думаем восстанавливать, удастся, не удастся. Рядом вот эта дорога, прям рядом. Вот она совсем рядом здесь. Вон через ветки видно. Это мы на этом, как бы, на берегу находимся. На той стороне храм, синенькая крыша, вон, видать его. Деревья, когда спилят, с той, с другой стороны храм будет. И вот это, где мы сейчас находимся, сегодня батюшка помог спилить. Посмотрели, очень хорошее место. Убрать близлежащие деревья и посадить смородину и облепиху. Сибирские такие ягоды пустарниковые. И даже если отключат электричество, вода рядом, можно брать. Тем более, черпать с грязью, сатропель. Это вообще очень хорошее. Лучше всякого навоза. Вот. Ну вот, мы побеседовали. Так, вы здесь до конца это дело убираете. И если только у вас время еще будет, тогда можете вот эти вот кустики рядом, которые вырубить, чтобы вот которые наклоненные, вот они идут. Ну, хотя бы на уровне головы убрать, чтобы веток от них не было. А остальное мы потом сделаем, подпилим. И на этой стороне маленькая, которая маленькая, до вот этого. Вот этот мне надо бы убрать. Большой на правой стороне клен. А мы с Никитой на той стороне будем. У нас сегодня время позволяет. Вчерашнее такое, когда мы запыхались, и 2,2 к 7 закончили. Сегодня уже нет. Мы почти в норму вошли. Завтра ждем, если приедет бульдозер, загнать сюда. А это я что, за расстегнут это. Утром голубей таскал за пазухой. Ловил я их за пазухой вытаскиваю. Ну, а когда вытащил, уже не до этого. Вот. Но вверху-то я чувствую. Так, мы ушли, братья. Давайте. За вами смотреть не надо, вы самостоятельные. За нами смотрите. А что вот, которые февронию канонизировали, они разве не знали ее биографию? Ну, потому и канонизировали, что знали. Вот это вот такой крутой сюжет. У трех сосен, как поют. Это особенно трогает канонизаторов, монахов. Среди них бывало иногда затешится какая-нибудь. И они не знают под именем Евгения. Евгения была. Это неоднократно было. Федора, а это Федора была. И когда умрет, то увидят, что в ней груди, яко листья засохшие. И как они рыдают и плачут, и не поймешь о чем. Что раньше не обнаружили или еще. Были у них такие. Другие спрашивали, смотрели прям, ну, видно же она красивая. А монах-то ей работать бросит, рот разинит. А уши почему у тебя проколотые? Да я маленький когда был, родители меня любили сильно. Наряжали и сережки вешали. А он чувствует запах-то не тот. Монах, у него нюх на женщину. Пошел к колодце, а там другая бабенка берет, ученик. Приходит. Очень соблудил у колодца. В скоростях. Петух дольше за курицей гонится. Вот это придумали они себе, говорится, ядро. Я сейчас позвонил врачу. Я говорю, а бывает такое, что вот она хорошо знает врачебное искусство, может вылечить, не вылечить. Ну, допустим, она познакомилась с Дерипасткой. Мало ли какие, Потанин, миллиардеры евреи, она хочет замуж. Но не каждый, как Жукова и Елене повезет, стюардесса вышла за Брамовище. Ну, и она говорит, сделай так, а может что-то и подсадила. Как колдун на свадьбе, есть такая рисунка. То не вылечишься. Еще хуже, он так и есть, заболел, если не женишься. Так это надо учитывать столетия назад, как это выглядело. Целомудрие было еще на слуху, а сегодня вообще это не знают. И по тем временам, и в житиях вообще такого случая нет. Врач говорит, я даже не слыхал, такое бывает. Бывает. Советую с юристами. Я телефон сейчас набираю, созваниваюсь. Как такое? А это, говорит, уголовная статья о неоказании помощи. Не гражданская, уголовная. Ее судить надо было как уголовницу, как колдунью. Она знает, лекарство действует на все, она одну болячку не действует. Да ни один врач это не сделает так. Чтобы он по заказу один зуб болел. Так она ничего не делала, она просто сказала, любая, какая там у него болячка где-то. А у князей-то, думаю, я стал думать, считаю рассказы. Война и мир, там Наташа Ростова. Как готовятся, они в свет выводят. Ну, это длительный процесс, а не как у крестьянина. Пошли, сосматривали и все. Там знакомятся. У кого больше соплей, как Ян Камынский говорит. Больше богатства, больше знания там. Все это определяет. Ну, и приходится дальше петь. Красивая и смелая дорогу перешла. Черешня скороспелая, и ее любовь была. Была. Да теперь-то у князей, да если какая-то крестьянка перешла дорогу, да там другая песня была. Принаглая, дебилая, дорогу перешла. Беленой страшная. К субботе отсвела. То есть он ее не мог всю жизнь любить. Жили душа в душу. Он все время опасался ее. Не может человек, которому угрожали, и потом здесь, и зависит только жить или не жить, это на лезвии ножа все время ходить. И, конечно, перевернутая пирамида была. Он подкаблучник был, этот Петр-то. Да он сразу бы ее хватил за жабры, да поволок, да и разговора не было бы. И вылечила, и все было тут. Эта история составлена, я думаю, искусственно. Нельзя было в то время не понимать, что, ну, как канонизирует принаглая какая-то девка, все, поломала судьбу человеку, как говорят. Ну, совершенно. Главное тут, чтобы в один день умерли. И считается хорошо. Да это нехорошо. В один день умерли. Остались дети, неоконченные дела. Вот я понимаю, даже Петр Первый. И то оставляет жена, дальше будет вести государственные дела. Вот умирает Достоевский. Но она, кажется, 28 лет была моложе его. Вот. С Ниткина. Кажется, Александра Григорьевна, если не ошибаюсь. Так она была, эта пишущая машина. Она все его труды издала. И где бы мы ни считали, та, которая остается, допустим, Софья Андреевна у Льва Николаевича Толстого, она ведет дальше все дела. Публикует его самые сокровенные записи. Не скрывая ничего. Никто бы это знать не знал. Чертов там было, так говорится. Безбожий черт. Он все бы поглотил. А она с ним схватилась и выиграла. Умирает Солженицын. Но остается у него жена. И она ведет дела. Она издает, она встречается с Путиным. И дальше преподавать, чтобы не только какие-то простые, там один день Ивана Денисовича, архипелаг ГУЛАГ в школах. Когда меня судили за архипелаг ГУЛАГ, предположить нельзя этого было. А вы в это верили? Не верил. Я знал, что рухнет режим. Но что, решаться следующее опубликовать? Никак не верил. Я бы не знал этого. Сейчас готовятся, будто бы или не готовятся. Запрос сделали. Почему не делают Нюрненский процесс над коммунистами, и которые зло совершили сто крат больше, чем фашизм? Почему? Одинаково евреев гнали. Значит, какая-то другая заковыка есть. Я опять же возвращаюсь к херонии. Это уголовная статья, ее судить надо было, и весь сказ. Ну а подражая сейчас есть такие, но представьте, празднование ей сегодня, день ее памяти. Ей надо подражать. Ну а как подражать? Я не врач, я не женщина. Есть женщины, врачи, есть студентки. Ей нравится какой-то Сокурский, или кто-то. Она теперь, ну, неудачно, брак, разбор. И теперь она подражает февронии. Кто-то приходит, и она его так лечит. Не женишься, вообще не вылечишься. А дальше-то вылечишься, нет, еще неизвестно. Дальше только это житописатели все пишут. И как этого не видеть было? Не видеть? Это монахи все. Они умирают от того, что ушли. И теперь у них в уставе написано, не спать на одной рогожке. А что это за устав такой? Понятно, почему нельзя. Ну, рогожка, то есть сатканый половичок, на котором они спят, нельзя на одной? У меня в уставе этого нигде нету. Когда много людей, мужчина, с мужчинами ложатся, женщины с женщинами. Явное дело. Ну, они приехали, женщина, она, жена его в другой келье. Здесь все под подозрением. Все, говорят, такими паутиной шито. Да мало того, это ставят в образец. Да мало того, во всенародное празднование. Петра и Февронии-то. Я даже стал задумываться о Петре. Да ты камень. Петр камень. Ну, а Феврония-то? Феврония почему называют именно свинью Феврония-то? Ну, везде. Допустим, Боров, Борька, там, Коза, Машка. Какие-то. В народе существуют вот эти. Кот Васька. Ну, я не говорю, что это неправильно с человеческими именами. Но как-то это сохранилось. Почему-то. Здесь по неволе начинаешь думать. Хотя первая-то Феврония была красавица и мученица за Христа. Вот если начни, я беру только одно житие. И вот в него, когда вникнешь, ничего не отрицаю. Даже по меркам сегодняшним это не образец. Принаглое. Авантюристка. И она больше ничего не сделала. В один день умерла. Да это недостаток. Как правило, мужчина умирает раньше. Они бывают старше, да и вообще меньше живут. Больше переживаний. Он на себя все это берет. Гарем остается, он уходит. Один. Я вот работаю сегодня с Никитой и ни одного замечания ему нет. Его просто надо прищучивать к какому-то боку, пришпиливать вот так вот его. И он ни на шаг никуда. Ну и правда, работа-то такая. Я листья соскребаю, а он их закладывает. Скажу, иди вон туда, если он идет в другую сторону. Все-таки я его удерживаю здесь. Говорю, налево он еще не все знает где. Но однако работать может. Сгребает, старается, тащит. Видишь как? А так бы махнул рукой. Да ну чего, как-то. Я думаю, Петр просто не работал с ней. Поработал бы, поговорил. Но мы знаем, вот. Была такая. Одна на лодке плыла. А к ней князь стал приступать. А она была. Она его веслом-то бы огрела. Она говорит, глубокий Днепр-то. Ты меня на дне только найдешь. И он понял, а это будущая Ольга, правительница. Так что, и Игорь у них все, говорится, с рук сходила. Там какие были святополки, все по порядку-то. Святослава. Вот она сразу сказала. А она, он, это понятно, мужчина. Но чтобы женщина насиловала мужчину, это только в заключении, в зоне. Одного солдатика они заманули. Ему там, говорит, веревочкой перетянули. Три дня он не вылазил где. Он полуживой оттуда вылез, когда они его отпустили. Все насладились. А это смысл-то какой. Ей надо замуж. Ну, в своем роде-то и ищи. Да и искать-то как искать-то? Я хочу замуж. На перекрестке выйди где? С гарантией лечу. Лечу с гарантией. Кто женится на мне? Как поп стоит с кадилом там. Все у него. И освещаю машину с гарантиями. Перекресток дорог. И тут он стоит. Там мы сфотографировали его на перекрестке. Так что у нас во всем везде нужна ревизия. Ревизия. Одно дело, я рассуждаю. Это мое частное мнение. Частное мнение, как православного христианина. Потому что над нами везде смеются. У вас, говорят, зимой в шубе ходят. Летом в шубе ходят, а зимой голые. Ну, в самом деле, такие святые. Сегодня вот, возьми, как Семен Верхотурский. Шьет шубы. Бац, воротник пришил на место рукава. Зачем? Это одобряется. И он теперь юродивый. И уродство это отказ от своего разума. Это такой подвиг. Люди годами учатся, разум приобретают. Люди просят у Бога мудрости. Ни смерти врага, ни богатства, ни долголетия. И Бог похваляет, раз ты этого не просил, дам тебе мудрости такой. А здесь наоборот. Какой бы ты грамотный ни был, от всего отрекся. И теперь слюни по бороде. И теперь он рукав прищет на место воротника. Все. Семен Верхотурский. Святой. А что там было святого? Ни одного шага, ни одного дня. Нигде. Как Мария Египетская. Полдня не жила евангельской жизнью. Каждый год считает ее же. Мария Магдалина была апостолом для апостолов. Вообще житие не знают. У нас все выверчено. И все это монашеский всплеск. Противление Духу Святому. Притом непрерывно и везде. Вот я где гляжу и сказать нельзя. Они злобятся на это. Ну докажите, что это не так. Мужчина. Я говорю, вообще с кого ты назван-то? Алексей-то. Божий человек. Божий человек. На кухне хорошо пахнет. Так ты биографию-то его знаешь. А зачем она мне? Божий человек. Божий. То бывает просто епископ Божий. А ты знаешь, что он женился, повенчался и в окно выпрыгнул. Ушел, может быть, даже ночью тайно. Представь, что это твоя дочь. Он на ней женился, расписался, повенчались. И в брачную ночь он ушел. С ней даже не был нигде. И всю жизнь она будет томиться. А ты потомство ждал и прочее. Так, да своими руками задушил бы его. Ну вот, а теперь празднуешь. Своими бы руками задушил. Не задушишь его, нет. Уже отпраздновали. И ты в честь его назван. Видишь как? Тебе, правда, убежал от жены. От первой элементы приходится платить. А его святые возвели. Это у немцев, говорят, город подвергся нападению врагов. И не знали, что делать. И нашелся один там в виде сержанта. И говорит, дайте мне эту власть в городе-то. Я знаю, куда расставить. Ему дали власть. А остальные полковники сказали, город сдать. Только сдать. На милость победителей. Казнят, казнят. И он так расставил. Сделал такие вылазки, что враг был разбит. И вот собрались. Что сделать? Как увековечить его имя? Увековечить? Ну, там, сделать графом. Ну, это можно. Ну, надолго ли это, граф? Дать золото. Один говорит, у нас кто вековечный? Только святые. Святые. И поэтому его нужно казнить. И он как мученик будет тогда вечно. Тут же его, говорится, в каталажку. И дальше его казнить надо. И канонизировать. Найти клеветников. А потом это все списать. Клеветников тоже накажем. Но он-то святой будет. Ему воздали с честью за его доброту. Может, это рассказ только такой, но довольно похоже на то, что у нас есть. Нормальной жизнью живет человек. Все у него хорошо. Дети благовестники. Нормальная семья. Ничего не известно о нем. Ну, вот его убили. Родной брат убил двоих. Сразу канонизировать. Борис и Глеб. А они не Борис и не Глеб. Они были крещены. Роман и Давид. Интересно. Празднует язычником. Князь Владимир. Да князя Владимира не было. Он Василий. Князь Владимир, у него было две тысячи жен. Две тысячи жен. В два раза больше, чем у Соломона. Родного брата там, Ярослава, отобрал жену, не хватало, это и убил. Канонизирует во имя Владимира. Да какой Владимира нету? Это язычник-то. Даже это не могут дотумкать. Ну, скажите, переименуйте. Но кто-то, видимо, подсказал. В сросках Василия Шукшин. И туда приехал патриарх Алексей II. И строит храм во имя Владимира. Потому что Василий Шукшин, Василий-то это правильно, но он был Владимир, поэтому сейчас Владимир и князь. А Василия, какого Василия? Нового никто не знает. Тут видно, что подсказал кто-то. Что хотел? Да я вот читал тоже это житие Петра и Феврония. И запамятовал. Там что-то про лодку и про воду она отвечала. Что вроде какая разница вода с правой стороны и с левой стороны. Не знаю. Что-то вот не могу вспомнить. Я считал про Симеона. Он забежал в женскую баню. Ну и женщины, это когда разобрались, мужчины, они вот тазиками поперли оттуда-то. А другие спросили, ну и как ты себя чувствовал? Он как дерево в лесу среди деревьев. То есть такое у него бесстрастие. А зачем же залез туда бесстрастный? Какая тебе радость? Ты бы работал и мылся раз в неделю хотя бы или два раза в день. К женщинам-то зачем тебе заволох поток? И вот когда смотришь и лукавство столько, это все наше православное. Юродивое православное православие. Истинного православия-то даже не нюхали. Православие-то подвиг. Это самоотречение. Это бесстрашие и героизм. Это все. Все вместе совмещенное в Яне Златоустии. В апостоле Павле. Не знают ничего. Мы вот сейчас побыли маленький. Я тут все названивал, узнавал. Уголовная статья. А врач говорит, даже не слыхал такого. Врач уже на пенсии еще работает. И говорит, не слыхал такого. Неужели такое бывает? Я говорю, было. А где это такое? Я говорю, в Петре и Хевроне. Он захохотал и трубку положил. Да и в самом деле. Так, мы, братья, пошли снова работать. Это была часть вторая по Петру и Хевроне. Ой. Так, где у меня шапка-то? А. Вот сзади. Вот она шапка. Закрыл ты своими широкими пещами. Бутылка не забыть бы. Так, там еще нету. Я хочу. Возьми банку, возьми. Ты ее принесешь полную. Я взял сувениры нынче. Большое такое дерево. Бобер, наполовину догрыз. Я хочу Барнаул висе своим показать. Несколько деревьев. Показать, как он. И стружку взял. Так, братья, вам кому горно посушить надо, нет? Дать хотите глоток? Ну все, пошли. Ну все. let's go. Спасибо. 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 Продолжение следует...